Здесь каждый день рождение. Около пяти тысяч малышей ежегодно появляются на свет в Видновском перинатальном центре. Сюда едут рожать не только жители Ленинского района. У центра репутация одного из лучших в Московской области. К своему очередному дню рождения сотрудники перинатального центра поставили перед собой задачу – создание банка грудного молока. Мамочки могут саживать молоко, мы его будем хранить, и у тех мамочек, у которых нет этого молока, могут этим пользоваться. Так что это очень удобно и хорошо. Такая система хранения также может помочь семьям, чьи дети родились с малым весом. Сегодня по статистике 5% малышей появляются на свет недоношенными, и к ним необходим другой подход – вскармливание. И такие дети, как шутливо их называют здесь, выпускники отделения реанимации, стали сегодня основными гостями праздника. Каждая присутствующая семья пережила тяжелые дни, недели, месяцы, когда жизнь их детей была под угрозой из-за преждевременных родов. Но врачи Винновского перинатального центра сделали все возможное, чтобы эти ребята жили полноценной, активной жизнью. Амалия появилась на свет с весом меньше 900 граммов. Сегодня это веселый заводной ребенок. Маленькая была, меньше ладошки буквально. И вот потихоньку-потихоньку, в общем, усилие. Благодаря врачам все стало хорошо, в принципе, стало кушать. Сейчас нам полтора года примерно. Так что нормально. Сила у нее есть, микрофон она может отнять. Москвичка Гаене Болдина, мама трехлетней Маруси, также выбрала этот центр для родов. Ребенок появился на свет с маленьким весом, после чего пошли осложнения со здоровьем. Девочку подключили к аппарату КУВЕС. Очень тяжело удалось. Мурашки по коже, как бы до сих пор, когда вспоминаю, плачу иногда. Поэтому, ну, три недели мы здесь провели, полных три недели. А сейчас Маруся веселится среди своих сверстников. Не опускать руки советует еще одна мама, Татьяна Гуреева. Дочь Василиса родилась с весом 950 граммов. Главное не отчаиваться и доверять врачам, слушать то, что они говорят. Я думаю, выполнять все рекомендации, которые они говорят, от себя ничего лишнего. Только вера в врачей. Спасибо им огромное за то, что они, за их труд, то, что они помогают таким детям выжить и жить полноценной жизнью. Работают как с мамами, так и с врачами еще одни гости праздника. Благотворительный фонд «Право на чудо» помогает семьям адаптироваться к данной ситуации и научиться правильно ухаживать за малышами с маленьким весом. Помогаем сохранить семьи, потому что зачастую папам очень трудно пережить эту ситуацию. Даже сложнее, чем маме спрашивается. Помогаем маму поддерживать. Также у нас есть тренинги для врачей. В Видновском центре мы начали сотрудничать только с мая, поэтому все в планах. С каждым годом набирают вес и растут маленькие дети, родители которых доверили свое и их здоровье врачам Видновского перинатального центра и вышли из сложной ситуации победителями. Екатерина Чернышова, Владимир Рубежонов, Видное ТВ.